Музыка Здравствуйте, мы обучающиеся в видеостудии Свет, станции юных техников в городе Уфа. Сейчас мы находимся на улице Мустая Карима. В советские времена она называлась социалистической, а до революции Бекетовской. Почему она называлась именно Бекетовской? Она названа в честь Ирнины Ивановны Бекетовой, сделавшей пожертвования на восстановление этой улицы после Уфимского пожара 1821 года. Что побудило ее это сделать? Ирина Ивановна увидела сон о пожаре в каком-то городе. Она пошла в ближайшую от ее подмосковного имения Зюзина церковь и услышала от своего управляющего новость об Уфимском пожаре. Через какое-то время старушка оказывается у губернатора Наврозова с пухлым портфелем денег и предлагает ему пожертвования в десятки раз превышающие те, что были собраны жителей Уфы и Орненбурга. О, мы сестру читали эту историю в поиск Сергея Круля «Завещание помещится». Сейчас мы находимся в гостях у Марины Круль, вдовы писателя Сергея Круля, того самого человека, который хранил историческую память о нашем родном городе Уфе. Расскажите, пожалуйста, о себе и своем муже. Мы с Сергеем прожили 30 лет. За это время у нас родился сын Ярослав, ему сейчас тоже 30 лет. И все эти годы жизни я знала Сергея как очень деятельного человека, который родил за старую Уфу. Он очень любил свой город, именно старую Уфу, старые дома, название старых улиц. И в начале своей такой вот творческой деятельности, когда он занимался сочинением романцев, он начинал как композитор, это потом он стал писателем. И он отстаивал вместе с группой художников, музыкантов, небольшой группой людей, отстаивал старые торговые ряды. И казалось бы, что может группа из 9-10 человек, которая приходила на субботники разгребать вот эти такие большие кирпичные залежи старого полуразвалившегося торгового центра торговой ряды. А вот он писал об этом в своей статье, в вечерней Уфе постоянно, каждую неделю они выходили в субботу на субботники. И он писал отчеты и призывал жителей, чтобы сохранить торговые ряды. Потому что ведь по плану уфимскому архитектору на этом месте должны быть стоять корпуса авиационного института. Должны были ряды эти быть снесены и построить серые вот эти коробки. И вот эта группа своим участием таким вот смогла сделать чудо буквально. Эти ряды не стали сносить и пришло время, в 50-е годы, на этом месте возникли прекрасные торговые ряды, гостинный двор, так называемый. А про что писал ваш муж? Сергей как бы один из первых людей, который написал в печати, в вечерней Уфе, первые слова. Я люблю Уфу. Вот с него начали. Он очень много вот таких тропиночек проложил, по которым потом пошло дальше уже деятельность. Вот он призывал все время сохранить старину, сохранить старину. Надо хранить старину обязательно. Название улиц, старые дома. Но время все равно неумолимо. Оно идет по своим каким-то, видимо, законам. Он начал современную, ну не современную, в 60-х годах, а пришел в конце, к началу, к истокам. Последняя книжка его. Это истоки нашего города, зарождения нашего города. Фимская крепость. Там, конечно, уже исторические личности. Ногой, который был основателем Уфы. Ну а образы Полины и Алмаза, это, конечно, выдуманные образы. А на каком месте находился Фимская крепость? Фимская крепость находилась там, где сейчас стоит монумент дружбы. К сожалению, крепость давным-давно загорела. Давным-давно еще на ее месте построили Троицкий собор. Собор уничтожили в 50-х годах, 20-го века уже. И как раз когда построили известный нам всем уфимцам монумент дружбы. Слуги, прекрасные, мерчатый, уфимский яркий свет. Сейчас мы находимся на том месте, где зародился наш город. Восьмый монумент дружбы. Кто бы мог подумать, что раньше на этом холме была крепость. Ее основали русские стрельцы. У каждого исторического места есть своя легенда. Есть она и у нашего уфимского Кремля. Легенда романтической любви башкирца Алмаза и русской девушки Балина. История этой любви написана в книге уфимского писателя Сергея Крулье. Легенда уфимского Кремля. Помимо этого рассказа в книге описывается будничная жизнь стрельцов уфимской крепости. А сейчас послушайте отрывок из этой книжки. В крепости, согласно распорядку, пошла смена караула. И на смотровую площадку Никольской башни поднялись заступившие в дозор стрельцы. Двое. Старший, крепкий, рыжий бородач лет сорока. И младший, еще без усы, юноша. Оба, как положено, в красных кафтанах и малиновых шапках. С пищалями и бердышами. Так вот, значит, какая она, Сенбирь. Замер в восхищении младший, впервые наблюдавший необозримые пространства с высоты холма. Не, это не Сенбирь, ответил старший, расчесывая бороду. А что тогда, если не Сенбирь? Что за страна такая? Не поверив, удивился младший. Башкирия. Какие события из истории Уфы Сергей Крулье запечатлел в своих книгах? Он очень интересовался историей. Он, видимо, написал книгу на углубикетерской и социалистической. Это такая немножко фантастическая повесть, когда человек проваливается в начало 20 века и смотрит, как живут люди, интересуются, и попадают в события, связанные с убийством губернатора Уфимского. Вот мы ничего ведь не знаем, как жили люди до революции. А оказывается, очень много еще интересного. Он ходил в архив, и он много очень прочитал, много узнал о быте людей, о том, как они жили. Вот, например, ведь мы же не знаем, что, оказывается, улица коммунистическая, это Успенская улица, и там вот гостиница очень хорошая существовала, в которой были даже телефон, это в начале 20 века. Были номера с ваннами, вот такие номера были хорошие. Вот какие цены, вот все вот эта интересная книжка. И чем интересно, вот, на углу бикетовско-социалистической, что мы узнаем о жизни людей, вот, где-то конца 19-го, начала 20 века. Вот, очень интересно. Именно, вот он первый, который поднял тему дореволюционной Уфы. Вот нет таких книг об Уфе. Вот нет пока, я пока, по крайней мере, я не сталкивалась с ними. Что хотел донести Круль в своих произведениях нынешнему поколению? Очень часто Сергей публиковал свои статьи в вечернюю Уфе или в советской Башкирии. И вот у него такие названия есть. Наедине с памятью, старину нужно беречь. Он все время призывал людей, и нынешнее поколение, и будущее поколение, чтобы была связь, историческая связь между поколениями, чтобы люди помнили историю нашего города, которую, в общем-то, он очень, который он очень любил. И призывал в своих произведениях, именно отражал, что ли, свою любовь к Уфе. Вот это самая главная мысль. И через любовь к городу, любовь вообще к большой родине. У него даже есть песня, именно об Уфе, в которой он говорит, что «Я люблю именно старую Уфу». Не просто Уфу, а старую Уфу, он подчеркивает. Он ведь не только воспел Уфу в своих художественных произведениях, в прозе, он воспел Уфу и в своих песнях и романсах. У него очень хорошие песни, именно связанные с Уфой. И получилось на собственные стихи, потому что не было таких стихов об Уфе, в которых бы воспевался наш город, старый город. А вот Сергей, пришлось ему сочинять песни, например, «Я родился в Уфе», песня у него есть, «А мне милее всего Уфа», «Случевский сад», вот это романсы. «Я родился в Уфе», в этом городе тихом и скромном. Я привык к нему, и его у меня не отнять. Сколько лет я хожу по нему, как бродяга бездомный. Сколько лет суждено мне ходить по нему и вздыхать. Боже, как я люблю двор, где вырос и улицу. Без неё сиротеет и рвётся душа. Здесь впервые о жизни своей я задумался. Здесь спокойнее и проще, и легче дышать». Сергей Круль стремился воспитать у подрастающего поколения любовь и гордость к своей малой родине. «Потому что именно она, связанная с эмоциональными понижениями, является частью к становлению личности». «Над осеннею ухою небо очень голубое, над осеннею ухою пролетают журавли».